Музыкальные предпочтения у каждого человека свои. В этом, в принципе, ничего удивительного нет. Удивительно как раз таки другое. Музыка, как известно, влияет на человека. Ну, конечно, некоторые считают это просто-напросто слухами, бабкиными разговорами. Но все-таки были проведены определенные исследования, и в этом видео мы взглянем на них. И решим, правда ли это, либо все-таки вымысел. И да, такая небольшая оговорочка. Это третий подобный ролик на моем канале, в котором я задеваю какие-то интересные вещи, рассказываю о них. Поэтому очень надеюсь, что вы поставите лайк. А мы переходим к теме видео. Самое распространенное мнение то, что музыка влияет на настроение человека. Да и музыка может подвести человека к какой-то сильной мысли, даже желанию жить. Если брать примеры из литературы, то далеко не надо идти. Николай Ростов из «Войны и мир», который, в принципе, хотел покончить с собой, но потом в какой-то момент услышал пение Наташи и решил завязать. Не с жизнью, а с самоубийством. Или, например, Илья Ильич Обломов, который также благодаря пению научился снова любить. Петр Гринёв из «Капитанской дочки», который, услышав песню про виселицы, воодушевился. Скорее всего, вы скажете, что это невозможно. Не может такая депреснявая песенка повлиять на человека в лучшую сторону. На самом деле, парадоксно может. Исследования американского теоретика Джеральда Либинсона доказали то, что при депрессивном расстройстве человека жизнерадостная музыка только может усугубить состояние. Вот почему многие супергерои слушают только депрессивную музыку. Нет, мне эта музыка надоела еще с 90-х. Поменяю на новую. Кто поменял мой плейлист? Джоркер! Кроме этого, он провел небольшой эксперимент. Была взята группа людей, и одной части дали слушать именно депресснявую музыку, а другую – жизнерадостную. И потом, смотря на человека с нейтральным выражением в лице, люди испытывали на нем как бы грустные эмоции, но если слушали грустную. И наоборот. Кроме этого, Либинсон считает то, что музыка является не менее выразительным способом общения, нежели наш человеческий язык. Таким образом, он подошел к следующему выводу. Чувства, которые возникают при прослушивании музыки, могут быть прочувственные и воспринимаемые. Выходит, что человек, слушая, например, какую-нибудь грустную песню, все равно будет испытывать некие эмоции, даже не находясь в этой ситуации, даже не находясь когда-либо в этой ситуации. У нас пацан в 15 лет, в 15 лет! У меня не дружба никак куда мы водились, заметно! Охрененно зашквардное чувство! Будто я супермен! Если вы творческий человек, то, наверное, замечали то, что самые гениальные мысли и самые гениальные работы у вас получаются, когда у вас включен, например, телевизор на фоне, либо вы слушаете какую-то релаксирующую музыку, либо еще что-нибудь. Короче говоря, когда есть небольшой шум на фоне. Но на самом деле, чтобы не говорили родители или кто-либо еще, шум на фоне краски стимулирует правое полушарие мозга. Усложняя процесс обработки информации, стимулируется абстрактное мышление и настраивает мозг человека на креативный режим работы. Именно поэтому писатели, художники краски обожают кафешечки, парки, ибо там есть определенный шум. Но тут есть, конечно же, исключения. Первым делом то, что громкий уровень шума очень сильно отличается от среднего. И краски при громком у вашей голова переполняется информацией, и вы вообще работать не можете. Грубо говоря, мозг перегружен, потому что пытается абстрагироваться от внешних факторов. Поэтому, если вы рисуете, врубаете музыку на полную, то знайте, это не есть хорошо, и вполне вероятно, вы смогли бы получить лучший результат, сделав музыку чутка потише. Еще очень сильно мешает разговору людей. Если вы играете в какую-либо игру, например, в доту, в контроль, что-то типа подобного, и кто-то у вас на фоне говорит, и вы просто даже, ну, не то что концентрируетесь на этой информации, хоть немножко слушаете, у вас уменьшается концентрация, скорость реакции и другие факторы. Вероника Гальвана, доцент кафедры психологии, подтвердила эту гипотезу. Было взято 169 волонтеров, которых попросили пройти небольшой тестик. И во время проведения этого теста экзаменаторы разговаривали по телефону, что-нибудь говорили вслух. Короче говоря, старались сделать все, чтобы люди послушали их. В результате закономерность. Люди, которые послушали их, написали тест намного хуже. Их концентрация и скорость выполнения работы была снижена колоссально. А другая группа, которая даже не могла вспомнить, о чем был разговор, написали тест замечательно. Так что слушать чужие разговоры, когда вы выполняете какую-либо работу, не самая лучшая идея. А если это касается игры, лучше просто-напросто замутить. Фоновой шум действительно является катализатором как хороших вещей, так и плохих для человека. В частности, если брать такси. Возможно, многие из вас слышали слухи про то, что слушать музыку во время вождения не самая лучшая идея. Так вот, ученые израильского университета Бен Гуриона решили провести небольшой эксперимент. Они взяли таксистов и предложили им три композиции. Первая — это песенки самих таксистов, которые они любят. Вторая — это вообще без музыки. И третья — это в сопровождении композиций, которые выбрали исследователи. Такую релаксирующую, безмятежную музыку. И вот результат эксперимента. При вождении с включенной музыкой, которую выбрал сам таксист, было совершено огромнейшее количество ошибок. При отсутствии музыки все было более благоприятно. И самый благоприятный результат был тогда, когда водителю дали слушать именно ту музыку, которую выбрали ученые. Поэтому думайте дважды, когда разрешаете таксисту слушать свою любимую музыку. Кстати, сидя обычно в такси, слушая музыку, которую выбрал таксист, вы можете примерно понять, какой он человек, какой он имеет характер. Результаты данного исследования, проведенного учеными Хэрриот Ватт Университи, впервые доказали, что между музыкальным вкусом человека и его характером есть прямая зависимость. Но опять же, я немножко не согласен с этим экспериментом, потому что есть огромное количество исключений. Ну, например, когда человеку нравятся сразу два жанра одинаково. Поэтому давайте сразу уточним. Тут как бы все утрируется. В первой части эксперимента 36 518 молодых людей со всего мира должны были сортировать 104 музыкальных жанров в зависимости от их личных предпочтений. А вот в следующем этапе все было немножко сложнее. Испытуемым нужно было разделиться на пары и определить характер человека, только прослушав, ну, 10 его любимых композиций. Звучит как чилинж, надеюсь, такого на ютубе не будет. Для анализа были избраны 5 качеств. Открытость, новому опыту, экстраверсия, вежливость, добросовестность и эмоциональную равновешенность. В результате ученые пришли к следующим выводам. Поклонники блюза креативны, общительны, вежливы и высокомерны. Среди любителей джаза, это я, кстати, между прочим, чаще всего встречаются творческие, приветливые люди, завышенные самооценкой. Вот тут не надо, у меня нихрена не завышенная самооценка. Если я говорю то, что я самый охеренный, знаю что-то так. Так что не надо тут. Фанаты же классической музыки относятся к контровертному типу личности, но, несмотря на это, имеют высокое чувство достоинства и незавередные творческие способности. Почитатели рэпа вообще общительные и слегка эгоистичные. Числу любителей оперы принадлежат вежливые, открытые и творческие личности. Фанаты кантри-энд-вестерна отличаются своим трудолюбивым и умением легко находить общий язык с погружающими. Поклонники реги имеют высокую самооценку, креативный и общительный. Но вот трудолюбие это точно не про них. Любители ритмичной танцевальной музыки относятся к экстравертному типу личности, обладают определенными творческими способностями, но не отличаются хорошими манерами. Это типа про клубное быдло, чтобы вы понимали. У фанатов инди занижена самооценка, они не трудолюбивы и зачастую плохо воспитаны. Почитатели Болливуда, ну, музыка из индейских фильмов, очень отзывчивы и дружелюбны. И последнее это про рок, хэви-метал, хардкор. Короче, тут уже не на 100% и туда же утрировать нельзя. Сами ученые сказали, что просто очень часто. Кто слушает такую музыку, зачастую имеют заниженную самооценку, но при этом они очень-очень творческие. И вот тут как раз таки парадокс. Типа я одновременно люблю и тяжелую музыку, и джаз, но как бы в джазе у меня высокая самооценка, а тут должна быть низкая. Выходит, непонятно. Нет-нет, выходит я золотая середина. Возможно, вы замечали, что в фильмах или сериалах, или вообще в вашей семье ребенку, младенцу дают слушать какую-нибудь классическую музыку. Типа он от этого лучше развивается. На самом деле это работает. В 2008 году преподаватели Сен-Эндрюского университета обнаружили, что дети, занимающиеся музыкой около трех лет, превосходят своих сверстников сразу по четырем показателям. Восприятие информации на слух, моторика, словарный запас и логическое мышление. Вот поэтому я говорю, что это почти что бесполезная трата времени, включать классическую музыку прям специально, чтобы человек стал умнее. Нет, им надо именно заниматься музыкой на протяжении огромного количества времени. Ну, три года, я считаю, это много. Слушают-то музыку все, но тут не об этом. Ах да, еще ко всем вот этим бонусам, которые были до этого у человека, который занимается музыкой, добавляется еще и лотеризация. Это процесс распределения психических функций между левым и правым полушарием. Да, что касается нервной системы, на самом деле музыка влияет еще и на наше тело. В 1911 году американский ученый Леонард Айрес обнаружил, что велосипедисты крутят педали гораздо быстрее, слушая ритмичную музыку, чем когда едут в тишине. Так происходит как раз таки потому, что музыка блокирует сигналы об усталости. Точнее, не то, что их блокирует, она их перенаправляет более долгим путем. То же самое, например, когда вы тянете железо, просто бегаете по улице, а не только на велосипеде гоняете. Конечно, это правило не работает, когда вам очень тяжело заниматься. Тут даже музыка не поможет, но для средней интенсивности музыка это лучшее, что может быть. И следовательно, из этого при тренировках с музыкальным сопровождением человек может более правильно воспользоваться своим энергозапасом. Кроме этого, исследование, проведенное в 2012 году, показало, что велосипедисты, слушающие музыку во время тренировки, потребляют на 7% меньше кислорода, несмотря на то, что нагрузка остается неизменной. Правда, удивительно, насколько такая простая вещь, как музыка, может сильно влиять на нас. Это лишний раз доказывает, что вещи, которые для нас кажутся обыденными, могут иметь огромное значение в нашей жизни. А я пока отчаливаю. Слушайте хорошую музыку. И, конечно же, подписывайтесь на канал. Здесь много чего интересного. Удачи! Пока! Бэтмен! 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 Бэтмен!